Главного инспектора налоговой службы по Бишкеку подозревают в участии коррупционной схемы. Стало известно о его заключении под стражу. Налоговик уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 319-й коррупции. Так, на основании добытых неопровержимых доказательств 14 августа 2020 года был задержан главный инспектор управления по контролю за крупными налогоплательщиками государственной налоговой службы при правительстве Кыргызской Республики, который, являясь представителем власти, покровительствовал и был связан с отдельными компаниями, которые принимали участие в конкурсах госпредприятия и играл ключевую роль в функционировании отмеченной коррупционной схемы. Следствием была пресечена деятельность устойчивой группы ответственных работников госпредприятия Кыргызстемир-Джолу, представителей частных компаний-поставщиков, а также сотрудников контролирующих и проверяющих органов. Их деятельность была направлена на хищение денежных средств под видом поставок товаров и оказания услуг по завышенным ценам. Это борьба с коррумпированными чиновниками. С ними можно бороться всю жизнь. На его место придет другой. Он придет по такой же схеме, по какой он туда попал. То есть протекционизм. Чтобы положить конец этой системе, надо бороться с коррупцией. У нас складывается такое впечатление, что у нас президент со своим Советом Безопасности борется с коррупцией. Каждый раз они выносят решение. Даже Совет Безопасности бывало, указывало правительству. Рассмотрите ответственность вот этого чиновника. Рассмотрите. Они не рассматривали, пока вот этого министра не поймали пока на взятке. В июне стало известно о задержании бывшего гендиректора предприятия Канадбека Абдыкеримова. В релизе ГКНБ было указано, что чиновник в сговоре с руководителями филиалов Кыргастемир Джолу, а также с предпринимателями создал устойчивую преступную группу по извлечению теневых доходов при проведении госзакупок. При этом Абдыкеримов в качестве отката забирал себе до 15% от суммы заключенного договора. Коррупционная схема действовала на протяжении полутора лет – свыше 22 миллионов сомов. Таков, по версии следствия, нанесенный нерадивыми чиновниками ущерб государству.